Есть Антон Герасченко. Антон, приветствую, добрый вечер. Привет, привет. Я вижу, что у тебя и связь наладилась, мы не ожидали тебя увидеть, ожидали тебя только услышать, но хорошо, что мы тебя так же и видим. Ну, пока что у него было электричество, уже случилось. Давайте сразу сделаем. Да. Антон, расскажи, пожалуйста, обстановку в стране. Я так понимаю, что какого-то резкого всплеска криминогенной ситуации даже в осажденных городах удалось избежать? Антон. Путина ведет против Украины полномасштабную войну с использованием всех видов вооружений, кроме ягодов. Ракетами, тактическими и баллистическими ракетами «Искандер», удары с авиацией, и не только высокоточные, о которых рассказывает Путин, врет. Сбрасываются полутонные бомбы на мирных жителей. И все это происходит с молчаливого согласия жителей России, которые позволили расплатить демократию, которые позволили Путину сделать диктатуру. А сегодня за ней расплачиваются, за это гибель у своих сыновей. На сегодняшний день, по подсчетам нашего генерального штаба, в Украине погибло 11 тысяч россиян. Это больше, чем погибло в Чечне за две военных кампании за 13 лет. Это уже через несколько дней будет больше, чем погибло в Афганистане за 10 лет. И мы дальше будем перемалывать путинскую армию. 90% сухопутных сил России сегодня находятся на территории Украины. Называют цифру 150-170 тысяч человек. Мы оцениваем, что 11 тысяч уже убито, больше 20 тысяч ранено. Наши эксперты оценивают, что порядка 30% российских вооруженных сил сухопутных уже перемолота на Украине. Еще две недели таких боев, и от российской армии ничего не останется. Под россиянами горит земля. Их воспринимают как нацистов. Бомбежки наших городов никто никогда не простит. Значит, Россия стала для Украины тем, чем была фашистская Германия 80 лет назад. И россияне тоже должны понимать, что это их ответственность. Потому что это вы себе позволили посадить на голову Путина, который сейчас уничтожает нашу страну. Он охреневший от собственной безнаказанности. Ему Запад простил Крым 8 лет назад. Ничего не сделал. На сегодня Запад един, как никогда. Антон, давай мы сейчас обсудим Россию чуть позже. Но если можно, просто чтобы как раз россияне поняли, что в Украине на самом деле происходит. Потому что российская пропаганда говорит, что большое количество пророссийских настроений и так далее и тому подобное. Вот можешь про это сказать? Что происходит в осажденных городах? Илья, у меня есть предложение. Вот вы бы брали бы с моего телеграм-канала. Кстати, подписывайтесь, россияне, кто нас смотрит. Правда Герасченко. Телеграм-канал, находите английский буквой Правда Герасченко. Я там размещаю видеозапись. Это в том числе видеозаписи с оккупированных временно городов Украины. Их очень много оккупировали на июле. Это Мелитополь, Херсон, Бердянск, Энергодар и так далее. Там выходят тысячи людей каждый день на митинги с украинскими флагами, которые кричат, это Украина, убирайтесь отсюда. Никакой поддержки оккупантов нет. Мало того, предатели у нас расстреливают. Несколько дней назад в Луганской области был расстрелян председатель Кременецкой сельской громады Владимир Струк, который не скрывал своих пророссийских взглядов. Приехали какие-то люди, взяли и просто расстреляли. Поэтому сегодня в Украине вообще нет тех, кто хотел бы прихода России. Или их количество настолько мало, что даже не подлежит измерению. Значит, ни один украинский политик, который ранее декларировал поддержку Российской Федерации, теперь уже не декларирует и против России. Михаил Добкин, знаете такой, да? Он сегодня член территории. Нестор Шуфрич, подвижник Медведюка. Он голосовал в Верховной Раде за национализацию всей российской собственности в Украине. А вот Нестор Шуфрич недавно задерживал терробарона, сдала его в СБУ. Мы все видели эти кадры, показывали их тоже. Какая его дальнейшая судьба? Его отпустили, потому что он просто-напросто фотографировался на фоне Киева-Печерской лавры, желая показать своим подписчикам в социальных сетях, что он в Киеве, как доказательство того, что он в городе. Это вообще не стоит даже траты времени ни вашего, ни моего обсуждения Нестора Шуфрича, как его задерживают. Давайте поговорим о серьезном. Ваши телезрители, россияне, сейчас должны понимать, что у нас идет полномасштабнейшая война на уровне Второй мировой. У нас над городами летают ваши истребители, летают ваши летчики, по нам бьют крылатыми ракетами, искандерами. У нас каждый день гибнут сотни людей. У нас погибло больше 30 детей. Вчера в Мариуполе под обстрелом погиб 18-летний, ой, 18-месячный младенец. Посмотрите эти фотографии, где отец, обезумивший от горя, несет окровавленный сверток. Это раз. Второе. Значит, у нас огромнейший гуманитарный кризис. В первую очередь это касается пригородов Киева. Ирпень, Гастомель, Буча, Бородянка. Там сейчас в подвалах сидят тысячи людей. Они оказались на полностью оккупированном врагов территории. Их не выпускают. Но те, которые сидят в подвале, это еще счастливые люди. Сейчас несколько сотен украинцев, в том числе детей и женщин, находятся под завалами домов, которые завалились после бомбардировок полутонными бомбами. И русские фашисты не пускают к ним наших сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям. И люди находятся просто под завалами, без воды, без еды. Они звонят по телефону и просят о помощи, умоляют о помощи. И мы просим русских разрешить проехать нашим спасателям на известных красных пожарных спасательных машинах. Они не пускают нас. Каждая смерть украинца, страшная смерть под обломками, это сейчас на совести Путина и Российской Федерации. Именно это происходит? Где именно происходит это? Прямо сейчас происходит. Где? Я могу сейчас адреса вам назвать. Просто я не знаю, если я сниму экран и начну читать с экрана, не пропаду ли я сейчас с вашего экрана. Давайте я зачитаю. Вот ваши конкретно... Я пропал с экрана или нет? Ты пропал с экрана, да. Ну тогда слушайте голос, рассказ. Ну мы слышим тебя. Ну мы слышим тебя. В городе Бучае сейчас на улице Вокзальной люди находятся под завалами, не могут выйти самостоятельно. В городе Эпень по адресам улица Мечникова 106 и 124, это жилые заваленные туда ромом, находятся под завалами, не могут выйти самостоятельно. Значит, в городе Гастомель по улице Новой 3Г и 3Д, а также по улице Святопокровской 3Д люди находятся под завалами, не могут выйти. И в Бородянке 359, 326 и 371 также люди находятся под завалами. Вы себе представляете, что это вообще такое? Это наши украинцы, граждане наши, они находятся внутри подвалов, заваленные бетонными облоками. У них сейчас садятся батарейки аккумуляторов телефона, и то, что не успели позвонить 102, сказать 101 спасательные службы, мы под завалами, спасите нас. Это было еще вчера вечером, и мы не можем к ним приехать, потому что ваши фашисты, ну не ваши, путинские фашисты, не пускают туда спасателей. Это вообще как? Я скажу, что о трагедии, которая началась 24 февраля, будут сняты фильмы, будут сняты документальные фильмы. Кстати, я вот такой фильм точно сниму и назову его тоже «Обыкновенный фашизм». Как когда-то было снято про нацистских фашистов, немецких фашистов. Так вот, все, что делают, сейчас делает Питин здесь. Но есть разница. Антон, скажи, мы очень много... Не перебивай, я расскажу. Во-первых, немецкие фашисты, они хотя бы имели идеологию. Они приходили, уничтожали недочеловеков и так далее, и так далее. Ваши же солдаты обманули. Сказали, многие даже вообще не понимали, что они вторглись с чужой стороны. Подняли ночью и сказали, продолжаются учения. Их обманом завлекли на территорию Украины. Думая, что от вида огромных танковых колонн, которые растягивались на десятки километров, все тут упадут в обморок. И после ударов крылатыми ракетами и так далее, все сразу сдадутся. Этого не произошло и не произойдет. Это уже невозможно. Антон, извини, пожалуйста, ты просто сам говорил, что у тебя мало времени. А мы хотели задать целый ряд конкретных вопросов. Потому что мы все время про это рассказываем. Наш канал показывает кадры того, как это происходит. И мы понимаем эмоции, которые у тебя есть. Но просто хотелось бы к фактам. Потому что очень многие россияне не верят в очевидные совершенно факты. Поэтому нужна конкретика. Расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит в Мариуполе. Удалось ли вывезти каких-то людей из города? Работал ли пресловутый гуманитарный зеленый коридор или нет? Значит, это абсолютно нет. Русские фашисты заявляют везде, в своих пропагандистских телеграм-каналах, что они готовы открыть дорогу для того, чтобы выехали мирные граждане. Таковых в Мариуполе, внимание, 200 тысяч человек, которые хотели бы покинуть Мариуполь, выехать в Запорожье, Днепр, другие пока еще не бомбящиеся города. Пока еще, да? Так вот, все пять дней, которые трындят русские фашисты про гуманитарный коридор, они не переставают обстреливать Мариуполь. И поэтому вывоз мирных жителей невозможен. В городе отсутствует газ, в городе отсутствует тепло, температура сейчас ниже нуля. В городе отсутствует центральное водоснабжение. В водоснабжение граждан это приезжают цистерны, поливалки, знаете, которыми поливают улицы городов. И так вот воду раздают людям, чтобы вы понимали. Отсутствуют продукты питания. Сейчас начинается голод, отсутствуют лекарства. Мариуполь это теперь наш блокадный Ленинград. И все это делают российские фашисты. Скажи, вот ты сам поднял тему, которую я тебя хотел спросить дальше. Вот в условиях обороны Киева и в условиях планов российской армии по окружению города. Сегодня разбомбили хлебозавод в Макарове. Означает ли это, что есть план удушить город в блокаде без света, без тепла, без еды? И есть ли планы украинской власти на этот счет? Ну и смотрите, окружение Киева уже невозможно. За эти 11 дней, но столько оружия, уже настолько люди мотивированы сражаться, что Киев будет стоять насмерть. Никакого окружения Киева не будет. Русские войска за две военных кампании потребовалось 13 лет, чтобы усмирить Чечню. Что такое Чечня? Это территория одной половины Сумской области, где маленькие отряды боевиков, прячась по лесам, наносили какие-то там удары из-под тяжка российских войсков. У них не было ни артиллерий, у них не было ни джавелинов, у них не было байрактаров, ничего этого не было. У нас это все есть. И будет с каждым днем все больше и больше. Поэтому здесь выходите, россияне, на улицы городов и требуйте, перекрывайте дороги, требуйте Путина остановить войну. Иначе здесь погибнут сотни тысяч русских. Сотни тысяч, я подчеркиваю. За 11 дней уже 11 тысяч погибших. Тысячи сданы в плен. Поэтому сейчас от вас, от каждого россиянина, зависит остановка этой войны, чтобы не гибли ваши люди. Путин сейчас еще боится признать, что он хочет объявить мобилизацию. Он будет делать ее скрытно. Сейчас начнется призыв ваших мужчин, которые тоже не хотят воевать в Украину ради интереса Путина, чтобы прикрыть его задницу. Он сам сидит в каком-то бункере, он боится общаться с людьми. Я думаю, что вы видели это знаменитый монтаж записи, когда он говорит с какими-то там стюардессами, которые на самом деле нарисованы на компьютере. Его рука проходит через нарисованный микрофон. Поэтому уже все, всем должно быть умным людям понятно. Это крах Российской империи. Поэтому мы здесь сейчас, в Украине, боремся не только за нашу свободу, а и за свободу Россия от диктатора Путина. Ну помогайте нам. Антон, сейчас мы про Российскую империю. Последний вопрос про ситуацию в Украине. Мы поговорим немножко про Россию тоже с тобой. Одесса. Одесса, известно, что такой город очень сложный. В нем большое количество людей, которые настроены достаточно пророссийски. Есть Бессарабия, большое количество болгарского населения, которое очень сильно симпатизируют. Одесса будет мочить русских фашистов, так же, как мочат Мариуполь, так же, как мочат Харьков и Киев. Это же было коротко. Будут мочить, уничтожать, выжигать. Точка. С чем связана смена руководства Одесской области и есть ли понимание, что нынешний мэр Одессы, которого неоднократно обвиняли в том, что он российский гражданин и симпатизирует, что он будет так же стоять насмерть? Видите, Труханов будет стоять на баррикадах вместе с одесситами. Можете мне поверить. Я знаю. Никто не хочет здесь русского мира. Никто не простит тысячи погибших украинцев. Никто этого не простит. Все. Будет борьба до последнего. Ну, то есть, есть план обороны Одессы, который будет исполняться? Обороны Одессы очень просто. Увидел русского оккупанта, убил. Все. Вот весь план. Очень простой план. Жег, убил, поджег и так далее. Все. Простой план. Хорошо. Давай поговорим два слова про Россию. Ты, помимо своей работы в Министерстве внутренних дел, еще один из основателей Украинского института будущего, который неоднократно моделировал ту ситуацию, которая будет происходить в России. Мое мнение, что то, что Путин начал войну, он сломал все эти планы, многократно ускорил крах своего режима, который уже не за горами. Какая будет позиция Украины в этой связи? Будет ли Украина активным игроком в смене власти в России или она будет наблюдать? Так каждый убитый солдат, каждая похоронка в Россию – это есть путь к развалу путинского режима. Так же, как Афганистан заложил один из фундаментов развала Советского Союза, точно так же и здесь. Путину сейчас очень страшно, я написал вчера об этом большой текст, вы читали, наверное, Илья. Ему сейчас страшно, потому что он думал, что здесь будут встречать его с цветами. Его обманывали все эти Сурковы, что здесь, значит, огромное подполье российское, что тут сразу же там создадут временное правительство, там еще там что-то. Ничего там близко нету вообще, просто вообще. Сейчас, похоже, он начал об этом что-то понимать. Потом он начинает понимать, что Шойгу и прочие, Сергей Ивановы и прочие, кто там у вас армиями занимался, технологиями, его обманывали, что у него там великая армия. Великая армия при первом же выстреле, разбегая как зайцы, посмотрите эти видеозаписи. У нас, ребята, егеря, лесники, сельхозники, взяв в руки автоматы, разгоняют этих ваших бурятов, которые приезжали на танках, на БМП, они просто бросают в ужасе, бегут в лес, сдаются в плен тысячами. Все. Поэтому на сегодняшний момент мы здесь сейчас разваливаем Российскую Федерацию внешне. А вы разваливаете ее, вернее, не разваливаете Российскую Федерацию, а уберите Путина, станьте мирным государством. Я хочу сказать, что сейчас Россия должна или стать, как Германия после двух мировых войн, мирным государством, перестающим угрожать всему миру и трясущим ядерным уголком, или это приведет уже к настоящей третьей мировой войне. Сейчас это только предтеча, просто третьей мировой войны. Я уверен, что 140 миллионов русских не хотят умирать из-за Путина, и уж из-за Фринии. Безусловно, и мы видим, какое количество русских даже по официальным социологическим опросам, которые публикует Кремль против войны, потому что даже если смотреть по официальным цифрам, у нас получается, что треть против войны, две трети за войну. Ну, я в эти цифры прямо скажу, не верю, но даже если опираться на них... Илья, я вам сразу же скажу, с каждым днем, с каждой похоронкой, с каждой похоронкой количество желающих воевать будет уменьшаться очень серьезно, очень серьезно. И я вас прошу, кстати, я говорю, вот ваша российскую оппозицию, пожалуйста, собирайте данные по России, потому что сейчас уже идут некрологи, я некоторые публикую, да, то есть вот собирайте каждую информацию про все похороны, про все некрологи и максимально ее размножайте. Вот вчера хоронили, по-моему, в каком-то городе Невинномыске командира какой-то там батальона мотострелкового. Да сейчас этих похорон по всей России будет каждый день по 500-700 происходить. Публикуйте эту информацию. Все, это не удастся скрыть. В Советском Союзе пытались скрыть, что в Афганистане есть жертв. За 10 лет было 13 500 человек. Это максимум получается там в день по 3-4 человека. У вас тут в день где нет тысяча. Тысяча. Антон, скажи, пожалуйста, еще такую вещь. Все-таки большое количество россиян, русских по национальности, они симпатизируют Украине и хотят Украине помочь. Те, которые находятся в Российской Федерации, мы с ними активно работаем, взаимодействуем. Действительно стараемся сделать все возможное, чтобы эта власть наконец сменилась и кровопролитие прекратилось. Те из них, которые находятся внутри Украины, они хотят быть как-то полезными деятельно. Мы разговаривали вчера в этом эфире с Алексеем Арестовичем. Он сказал, что вполне возможно, что будут сформированы какие-то там части. Как-то они будут сорганизованы для того, чтобы помогать. У нас принят закон, по которому все, кто хотят помогать защищать Украину от российского фашизма, могут приезжать к нам. После проверки контрразведкой они будут включены в состав Вооруженной силы Украины и могут воевать. Мы приняли такой закон еще достаточно давно, по которому иностранные граждане, как во Франции есть иностранный легион, так и в Украине могут воевать. Мало того, иностранным гражданам, в том числе гражданам России, может быть предоставлено гражданство Украины за особые заслуги в защите нашей Родины. Поэтому, если есть россияне, которые искренне ненавидят фашистский режим Путина, не Россию, Россию, Россия государство, есть хорошие люди много в России, вы, например, ненавидят путинский режим, приезжайте сюда, бейте солдат Путина, которых он сюда послал на убой, и, соответственно, приближайте момент, когда путинская диктатура падет. Куда им приходить? Вот ты опубликовал данные о том, куда звонить в матери... Есть официальный сайт, пожалуйста, публикуйте его адрес у вас в телеэфире, просто зачем повторяться. Есть официальный сайт, на котором все изложено, я же сейчас у вас здесь весь не перескажу. Это сайт какой? Куда смотреть? Я вам сгрушу, Илья покажет у себя передачу. Все, спасибо большое. Антон Ильич, мы тебя отпускаем, мы знаем, что у тебя очень мало времени. Давай. Желаем успеха, будь в безопасности, и мы обязательно справимся с этой нечистью. Продолжение следует...